Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для такси босс. Для этого переходим на мой личный сайт, так же ссылочка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать, как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Далее, после того, как скачали чит, в поиске пишем нужный нам режим, то есть такси босс, нажимаем поиск. Как видите, на этот режим, в принципе, довольно много скриптов есть, но нам нужен сегодня в ролике первый подсчет. Значит, с помощью этого скрипта вы сможете накрутить себе конфеты. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его полностью копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт. Далее нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично. Как видите, у меня Inject прошел. У меня дополнительная вкладка открылась в браузере. И получилось, ну короче, получилось заинжектиться. Далее возвращаемся обратно. Открываем чит. И нажимаем кнопочку Exclude. И смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, меня телепортировало в мою машину, которая мне доступна. И постепенно будет действовать накрутка этих монет. Как вы могли заметить, немножко мне монет накрутило. Ну то есть не монет, а конфет. Блин, ну вот постоянно путаю монеты и конфеты. Вот бесит. Короче, и по идее здесь какой-то есть кулдаун. То есть нужно подождать некоторое время. И по идее сейчас должна начаться опять накрутка. Да, как видите, это работает. То есть смотрите, скрипт накручивает эти конфеты. Далее он останавливается примерно где-то 30 секунд ждет. Может быть даже минуту. И потом опять начинает накручивать. И как видите, это все полностью работает. Также смотрите, чтобы остановить этот скрипт, нужно в скрипте здесь вместо true написать false вроде бы как. Давайте попробуем. Так, активируем. И вроде бы как должен был остановиться фарм, но по-моему не остановился. Да, ну сам скрипт как-то можно отключить. Вот здесь указано напишите false. Я написал вроде. Так, давайте еще раз попробуем. Может быть где-то еще здесь написать нужно. Давайте здесь тоже напишем. Так, активируем. И... Ну вроде остановился. Да, остановился. Все, отлично. Значит вот таким способом вы можете остановить скрипт. И давайте попробуем в принципе потратить эти конфеты на что-нибудь. То есть мы можем купить машину. Давайте в принципе купим, ну вот эту вот машину. Что это у нас такое? Chevrolet. Окей. А как его купить? Вопрос. У меня хватает монет на него. Так, может быть мне к кому-то подойти надо? Скорее всего перезаходить нужно. Давайте я быстренько сейчас перезайду и мы с вами продолжим. Так, все, я перезашел. Давайте сейчас проверим получится у меня купить какую-то машину или нет. Как видите, также у меня монеты сохранились после перезахода. Так, я с ним поговорить могу? Нет, не могу. Каким мне образом можно купить машину? Я не понимаю. Может быть у него? Вообще непонятно. А, скорее всего где-то здесь стенд другой, наверное, должен быть, а к нему должен подойти. А, или здесь. Вот. Купить больше машин. Может быть отсюда можно купить. Спешл. Нет, это вроде не то. Я не понимаю, как купить машину. Что за прикол? По идее, я должен был эту машину купить со стенда. Но почему-то со стенда она у меня не хочет покупаться. Или я что-то неправильно делаю? Не понимаю. Короче, ладно. В принципе, кто играет в эту игру, я думаю, разберетесь, как здесь купить машину. Потому что я вообще в душе не чаю, как ее здесь правильно купить и где посмотреть, то, что ее можно вообще купить. Короче, хз. А, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.